Привет, друзья! Так, камера включилась, записывает. Это уже радует, особенно после того, как я ее намочила под снегом. Я снова пришла в лес. И снова буду снимать. Как вы думали, что бы я могла делать? Снимать, конечно. Вот вижу свое старое место. Свои вот они, старые следы. Я, кстати, никогда вглубь туда не ходила, в лес. Даже не знаю, можно туда ходить или нельзя. Ну, давайте пройдемся с вами. Главное, чтобы я не сломала себе ни ногу, ни хребет. Чтобы осталось в живых. Это мне очень бы понадобилось. Вообще люблю гулять, поэтому часто сюда я прихожу. И, может быть, кого-то уже и напрягает то, что я снимаю на природе. Но я вам хочу сказать, у меня нет другой возможности. Потому что у нас большая семья. Мы живем в двухкомнатной квартире. И у меня нет возможности, да и права, да, выгонять всех остальных людей из квартиры. Чтобы я снимала видео. Тем более у нас дети, они бегают туда-сюда. И даже если я им скажу сидеть в одной комнате и в другой я буду снимать. Не факт, что они мне не будут мешать. Да и меня, если честно, немножко напрягает эта ситуация. Вообще, что я остановилась? Я нашла такое дерево. Я иду туда. Я нашла себе седалище. Как это можно назвать? Так, как бы так обойти, чтобы меня в ветке не побили. Поэтому я буду снимать здесь, на природе. Так что будем приобщаться к природе, к красоте. Вот я нашла такую... Ничего не вижу. Вот такое вот дерево валяется. И я буду, наверное, сидеть здесь. Выберу вот это вот место, наверное. Как вам? Вообще, на самом деле, я пришла снимать видеотег. Потому что мне его передала Таша Наташа уже давным-давно. А я, в общем, честно, Наташа, я про него забыла. Но вот вчера буквально вспомнила и выписала все вопросы, которые там для этого тега нужны. И сегодня вот буду его снимать. Так что я все, ну, не помню, вспомнила, скажем так. Главное вовремя. Я нашла такое место, где можно стоя снимать. Круть! Такой пенек огромный. Высокий, вернее. Вот он практически с мой рост. И если сюда поставить камеру и отойти дальше, то нужно снимать. В принципе, даже стоя. Либо брать низкий штатив. У меня так замерзли руки. Что? Я? Не знаю, в чем делать. Вернее, знаю, идти домой нужно. Главное, не поломать ноги тут как-то. Да, все равно прохладно. Не знаю, сколько градусов на улице. По идее, минус три. Такое ощущение, что минус десять. Я, кстати, только что выходила из леса. И навстречу мне шли два парня, которые, я так понимаю, тоже там что-то собирались снимать. Так что, я так понимаю, я в Ступина такая не одна. Сейчас идем на почту. Опять попытка номер два. Узнать по поводу заказа. Сколько ж можно ждать? Уже второй месяц заканчивается. В общем, посылки нет. Уже полтора месяца прошло. Ссылка все не приходит. В общем, нужно будет, наверное, разбираться. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Следующие видели. Это были просто штаны спортивные. А это идут уже ласины. Серия Nike Pro. Вообще офигенные. Просто вот. Как будто влеты. Удобные. Капец. У меня теперь стоит дилемма, какие выбрать. Либо штаны серые. Тоже удобные очень. На сейчас, на холод. А эти купить мне потом нет. Или сейчас эти взять. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА сегодня у нас неплохая погода но так как я проснулась очень поздно так как поздно легла как обычно я иду бегать не с самого утра раньше что-то тормозило думала ой с утра только надо бегать только с утра но сейчас решила что можно и не с утра этим заниматься так что вот сейчас буду бегать у нас тут везде грязь пройдешь да кстати хотела вам рассказать про все-таки мою посылку которую я забирала недавно две недели ходила даже больше на почту узнавала там что и как и мне говорили нет нет посылки нет такой ну вот пока не позвонила в ту компанию и не узнала точный штрих код и с ним пришла уже на почту и тогда только мне сказали да посылка есть у меня была посылка с доставкой я указывала на дом именно и доставка мне обходилась что-то 600 рублей но я не получила как вы поняли никакой доставки не было я сама пришла на почту и в итоге с меня как бы сняли эти деньги за доставку я заплатила мне пришлось заплатить потому что на почте не будут разбираться какая доставка что доставка но я так понимаю я ругаться не хотела ну в общем наверное стоило бы но не стала просто не буду больше заказывать доставку так как я теперь знаю как доставка через почту работает если только напрямую от фирмы курьерскую тогда да ну не почтовую доставку заказывала я кстати через юлмарт поэтому юлмарта у нас в городе нет и пришлось заказ совершать чтобы пришел на почту